ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Как дела? Сегодня я хочу вам представить топ-10 лучших мероприятий, которые происходят в Лондоне в сентябре. Те, которые я посещала практически ежегодно, как репортер. Делала какие-то репортажи с выставок, событий, праздников и других ивентов. Итак, первое мероприятие, которое будет проходить с 1 по 3 сентября в выставочном центре Олимпия, называется International Jewelry Show, то есть международная ювелирная выставка. На нее можно попасть бесплатно, зарегистрироваться на сайте выставочного центра. На выставку приезжает огромное количество мастеров ювелирного дела, представляют различные камни, драгоценные металлы, ну и, естественно, в неких таких украшениях. Выставкой считается Trade Exhibition, то есть туда приезжают бизнес-партнеры с разных городов мира, ищут сотрудничество с другими фирмами. Но обычные люди также могут посетить эту выставку и просмотреть себе какие-нибудь драгоценности. Второе мероприятие, которое проходит в эти же дни с 1 по 3 сентября, называется Specialty Fine Food Fair, то есть ярмарка еды высокого качества. Туда часто я приходила снимать какую-либо продукцию, больше для продажи фотостоки, блюда или какие-то пироженки, мороженки, что угодно. Суть этой выставки, опять же таки, найти партнеров, с кем можно будет сотрудничать в дальнейшем. Обычные люди приходят туда поесть. Ну, как бы, там очень много выдают всяких пробников, которые ты можешь попробовать. Чипсы или это, или шоколадки, или какие-то пирожные тортики, соусы, кетчупы, что угодно. Чаще всего это какая-то новая продукция, новые фирмы, которые пытаются продвинуть свой товар на рынок. Ну, посмотреть, что нынче в моде, в еде, можно на этой выставке абсолютно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте. Довольно-таки часто я хожу в выставочный комплекс «Олимпия». Ну, во-первых, я все это фотографирую и снимаю на видео. Ну и, помимо этого, просто интересно, какие последние новинки в мире, будь то моды, еды или каких-то разработок, IT-технологий, каких-то архитектурных сооружений, что угодно. Там абсолютно все типы бизнесов. Практически каждый день проходит какая-либо выставка. И это очень интересно. Если вам нечем заняться дома, вперед на выставку. С 8 по 10 сентября в том же самом выставочном центре будет проходить выставка «Топ-дровер», то есть верхняя полка вашего комода. Это дизайнерское мероприятие, куда включены последние новинки. в области канцелярских товаров и декоративных принадлежностей для вашего дома. То бишь, ручки, карандаши, записные книжки, открытки, календари, а также вазочки, картины, салфетки, какие-либо украшения или сувениры, которые вас могут заинтересовать, которые украсят интерьер вашего дома. Второе мероприятие, тоже дизайнерское, проходит там же, в Олимпе, называется «100% дизайн». Это уже больше предметы мебели для вашего дома или для офиса. В общем, интерьерные дизайнерские штучки типа столов, стульев, кресел, телевизоров, каминов и так далее. То есть большие, какие-либо объемные мебельные предметы вашего интерьера. На обе эти выставки дизайнерского искусства можно попасть абсолютно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте olympia.london. Мероприятие под номером 5 – это National Wedding Show, которое проходит в том же самом выставочном комплексе. А с 20 по 22 сентября всех желающих, кто готовится к свадьбе и просто кто интересуется этой индустрией, приглашают выставочные комплексы Olympia. Правда, не бесплатно. По-моему, билет стоит около 25 фунтов. На свадебном шоу можно присмотреть себе свадебное платье, увидеть их последние новинки в мире свадебного фэйшена на подиуме. Девушки-модели прогуливаются в платьях, которые несут в себе новые тенденции нынешнего сезона. Кроме того, можно послушать всякие семинары профессионалов, которые рассказывают, как правильно подобрать платье или костюм, как правильно завязать галстук, как правильно ходить на каблуках во время свадьбы, чтобы ноги не уставали и не отекли под конец дня. Очень много всяких интересных штучек, декора, тортиков. И даже можно найти какие-либо концертные новинки или заказать артистов, будь то оркестр или какая-то группа виолончелистов или певца. Ну и также, кроме этого, можно увидеть и заказать машины. То есть, все, что нужно в свадьбе, можно найти на этой выставке. Если вы готовитесь к свадьбе, это must do, как говорится. То есть, эта выставка обязательно для посещения. Мероприятие под номером 6 несет в тебе название технологии для бизнеса. Я бы так охарактеризовала. Три выставки, которые проходят в раз с 25 по 26 сентября в выставочном центре Олимпия. Называется e-commerce, technology for marketing и ADTech. В основном, это выставка о новых, новейших технологиях, которые нужны и разрабатываются в бизнесе. Очень интересно. Там как раз рассказывается и про виртуальную реальность, и про то, как люди могут найти тот или иной продукт, не заходя в магазин, как они могут увидеть то, чего нет на полке. Это дополнительная реальность, если они включат свой телефон и увидят, что на полке пусто, а в телефоне есть эта продукция. В общем, очень интересная выставка для тех, кто этим занимается, но и для тех, кто очень заинтересован в новых технологиях. Седьмое мероприятие в том же самом комплексе называется Olympia Beauty. Это мир бьюти-технологий, бьюти-разработок и последних новинок косметики. Там можно купить продукцию. Бывают очень какие-то выгодные покупки, за которыми люди буквально стоят в очередях. Там очень много можно приобрести всяких массажеров, очищающих средств. В общем, там даже можно приобрести некие машины для бьюти-кабинета. Olympia Beauty проходит 29 и 30 сентября в этом году. Что мне там нравится, зачем я хожу и что очень смотрибельно. За два дня можно увидеть три конкурса, в которых участвуют профессионалы ногтевого искусства, ресничного искусства по наращиванию ресниц и как бы арт-искусства, то есть мастера рисуют на боди-арт такой, на телах моделей некие рисунки. Даже мне для профессионалов очень интересно посмотреть, как это все создается. Это просто шедевры. Я чаще всего ходила туда фотографировать ногти. Конкурс назывался Fantasy. Там несколько конкурсов проходит каждый день. Что-то новенькое, но вот ногти я в основном снимаю. Конкурс называется Fantasy. Там придумывается какая-либо сказка или тема, согласно которой мастера должны изобразить что-то на ногтях. И там такие конструкции создаются на ногтях, что мама дорогая. Ну, конечно, это только для конкурса. Как с такими ногтями потом ходить? Просто длина, не знаю, 20 сантиметров бывает. Очень интересно. И я это все фотографирую для фотостоков. Боди-арт тоже дается некая тематика. И мастера рисуют по этой тематике. Вот была Алиса в Стране Чудес, цирк, я помню. Интересные какие-то создают образы из одной модели. Ну и между ними, естественно, происходит конкурс. Кто лучше и профессиональнее, это все нарисует и создаст образ. По поводу ресниц, я не совсем уверена. Это новое направление в бьюти-индустрии. И не знаю, насчет чего там соревнуются. То ли на быстроту наращивания ресниц, то ли на качество, то ли на какую-то красоту. Были такие, тоже там образы какие-то создавались. Но в основном это более такой конкурс среди профессионалов. Ногтевой тоже среди профессионалов. Там тоже делают какой-то френч или еще что-то. Я в этом не очень разбираюсь. Я хожу фотографирую только то, что красочно, ярко и интересно. Вот такая Ватолимпия Бьюти. Кроме этого, там можно попробовать всякие процедуры, записаться или платно, или бесплатно. Очистить лицо, там, я не знаю, подойти к дерматологу, спросить, каким кремом пользоваться. Очень много специалистов под одной крышей. И если вас что-то интересует конкретно в косметике или в создании макияжа, можно подойти к специалисту. Если он свободен, он вам и создаст макияж, и расскажет, как ухаживать за кожей, руками, ногтями, whatever. Я не совсем такой, как бы, фрик, образно говоря, косметики. Я ничего не подделываю, ничего не наращиваю, ничего, у меня все свое. Единственное, я пользуюсь декоративной косметикой, которую я, опять же таки, получаю иногда на этих выставках, как представитель прессы, нам выдают некие такие гуди-бэги, где можно попробовать какие-то пробнички новых каких-то кремов или помады, или туши, или что дадут, то и использую. Ну и сама иногда покупаю, что мне уже подходит, что я уверена, что это мое. Вот, поэтому про косметику много не могу рассказывать, я могу рассказывать про выставки, про то, что я посещаю и что я с них беру иногда, какие-то новые мысли, идеи, и направления, тенденции развития того или иного бизнеса. Самое главное для меня мероприятие в сентябре это Open House London, архитектурный фестиваль, который проходит в одни из выходных середины сентября, и буквально в сотню лондонских зданий можно попасть абсолютно бесплатно, предварительно забронировав билет или выставив очередь. Для меня это очень интересное событие, я всегда интересуюсь дизайном и архитектурой, поэтому всегда с нетерпением жду этого уикенда в середине сентября. На самые популярные здания обычно билеты надо бронировать на сайте Open House London или есть такой апп. В смартфонах тоже называется Open House London, и тут проходят, показывают, какие будут здания в этом году доступны для посещения публики. Билеты надо бронировать заранее, обычно это открывается 21 августа или 20 августа. В середине августа доступ для того, чтобы забронировать крутые билеты. В здания, в которые нет брони, но очень трудно попасть, это в основном лондонский огурец или Deloitte, который такой футуристическое здание. Также City Hall обычно туда можно попасть в один из дней либо в субботу, либо в воскресенье с 9 или с 10 до 5 часов вечера. Как попасть во все эти здания и как забронировать билет, я вам расскажу в следующем ближайшем ролике, потому что это очень важно сейчас сделать. Поэтому расскажу, в каких зданиях я была и что там можно увидеть так быстренько. А так про каждое здание я могу говорить наверное очень долго. И может быть в будущем я буду вам рассказывать как это все выглядело изнутри. 29 сентября в административном здании Guildhall Лондонского Сити будет проходить Harvest фестиваль. Harvest фестиваль это фестиваль урожая. То есть туда собираются работники ферм и привозят свой урожай, который можно увидеть и может быть даже прикупить на этой площади. Кроме того туда приходят все короли и королевы Перли то есть жемчужные короли и королевы это некие такие традиции. Каждый лондонский район представляют жемчужные короли и королевы об этом тоже наверное я буду рассказывать попозже это традиции рабочего класса. С 1 по 30 сентября в Лондоне проходит Totally Temps фестиваль то есть полная темза лодок кораблей яхт и так далее различные мероприятия но я хотела бы вам рассказать об одном который будет проходить в Сан-Катерин Докс то есть в бухте Святой Катерины это место находится рядом с Таврским мостом и там можно увидеть классические лодки на которые можно зайти и посмотреть их как снаружи так и изнутри и познакомиться с их хозяевами и услышать много разных историй а 14 сентября все эти лодки можно будет увидеть на Темзе которые будут проплывать лондонский марафон и называется это мероприятие Great River Race я видела пару раз этот марафон тоже интересно как и лондонский марафон бегунов люди наряжаются в различные костюмы и грибут на веслах вдоль всего всей набережной по Темзи всего Лондона и дальше за Лондон туда за Ричмонд и за Твикенхам вот как-то вот так вот пока и все мероприятия которые я подготовила для вас в этом сентябре надеюсь вам что-то будет полезно и интересно и если вы хотите выйти из дома и что-то посмотреть у вас всегда есть куда заглянуть и узнать что происходит в Лондоне в нужном вам месяце или в нужный вам день пока в Лондоне и в Лондоне и в Лондоне Продолжение следует...